Имя этого режиссера и сценариста, которого называют легендой как отечественного, так и зарубежного кинематографа, широко известно общественности, ведь в его творческом активе десятки сценариев, сотни публицистических статей и несколько книг, а среди режиссерских работ 27 полнометражных фильмов, 8 спектаклей и опер, а также множество различных массовых представлений. Кстати, и личная жизнь этого выдающегося человека не менее яркая и бурная, чем его творчество. А любимые женщины, которых у него было немало, представляют собой особую главу в его жизни. В личном активе Кончаловского только пять официальных браков, не говоря о романах, которые случались у него довольно часто. Первый раз Кончаловский женился в 20-летнем возрасте на Ирине Кондат, которая занималась в балетном училище. В 1957 году влюбленные сыграли свадьбу, но семейная жизнь продлилась всего два года, так как, поступив во ВГИК, Андрей оказался в окружении красавиц, студенток, к которым не мог оставаться равнодушным, что и положило конец их браку. После развода Андрей, хотя и заводил романы, но среди окружающих его красоток не находил ту, которую захотел бы повести под венец, пока не познакомился на пробах к своему фильму «Первый учитель» с 18-летней Натальей Оренбасаровой, казашкой по национальности. Девушка просто очаровала его своей красотой и женственностью. В 1965 году они поженились, а через год уже стали родителями первенца, сына Егора. Правда, и этот брак просуществовал недолго, и через четыре года супруги расстались. Буквально сразу же после развода в жизни Кончаловского появилась новая женщина, француженка Вивиан Годи, имевшая русские корни, которая на тот момент работала няней в семье московского банкира. В 1969 году Кончаловский женился на ней, чем привел в ужас свою семью, не одобрившую его брак с иностранкой. К тому же, Вивиан оказалась довольно эксцентричной особой, и часто закатывала мужу скандалы, а, забеременев, решила рожать не в Москве, а в Париже, где и осталась, родив в 1970 году дочь Александру. Тем временем довольно знаменитый к тому времени режиссер, оставшись один в столице, сначала закрутил роман с актрисой Еленой Кореневой, которая снималась в его фильме «Роман совлюбленных», а затем переключился на шведку, актрису Ли Фульман. Понятно, что это не способствовало нормальным семейным отношениям, тем более, что супруга не собиралась возвращаться в Москву, и в 1980 году последовал развод. Сразу после развода режиссер отправился в Голливуд, где хотел сделать свою карьеру, и, в общем-то, своими достижениями здесь он в некоторой степени обязан знаменитой актрисе Ширли Маклейн, с которой у него начался роман. Женщина не только поселила его у себя, но и познакомила с нужными людьми из мира кино, хотя в дальнейшем, Кончаловский, видя, что его считают банальным Альфонсом, расстался с ней и стал пробиваться сам. В начале 90-х, разочаровавшись в американском кино, режиссер возвратился на родину и вскоре женился на дикторе телевидения Ирине Мартыновой. Их брак, в котором родилось две дочери, Наталья и Елена, продлился семь лет, и в 1997 году супруги развелись. Кстати, в этом же году Кончаловский узнал, что у него подрастает еще одна дочь. Ее в 1980 году родила актриса Ирина Бразговка, с которой у режиссера был непродолжительный роман. Только спустя 17 лет женщина осмелилась позвонить Кончаловскому и рассказать о дочери, но надо отдать ему должное. Встретившись с девушкой, которую звали Дарьей, он не только признал ее как дочь, но и помог ей получить образование в Соединенных Штатах. А в следующем 1998 году Андрей, которому исполнился 61 год, наконец, встретил женщину, брак с которой оказался долгим, и, несмотря на непостоянство режиссера, довольно крепким. Это была актриса Юлия Высоцкая, младший режиссера на 36 лет. Познакомившись на Сочинском «Кинотавре», уже через пару дней влюбленные улетели отдыхать за границу, и с тех пор больше не расставались. В этом браке, который длится уже 20 лет, у пары родилось двое детей, дочь Мария, 1999 года рождения, и сын Петр, 2003 года рождения, и, несмотря на то, что в их семейной жизни бывает всякое, их и сейчас считают образцовой парой. Что вы об этом думаете? Пишите в комментариях. Понравилась статья? Нажмите палец вверх и подпишитесь на канал. У нас интересно?